Добрый день, это проект Редколлегия. Меня зовут Егор Захаров, я редактор ЧТАРУ. И сегодня мы с заместителем исполкома регионального отделения Народного фронта Дмитрием Зотовым пройдемся по Багуловой линии, про которую писали и мы. И говорил в своих выступлениях Народный фронт. Линия эта находится в не очень хорошем состоянии, но мы все-таки посмотрим на нее чуть пристальнее. Главная претензия Народного фронта к Багуловой линии. Ну, здесь надо на две части, наверное, разделить проблему. Багуловая линия как отдельный, скажем, маршрут пешеходный, в свое время заявленный как главный пешеходный туристический маршрут города Читы, объединяющий в себе основные достопримечательности центра регионального. И другое, это вообще состояние городской инфраструктуры, комфортная городская среда, насколько она удобна для жителей, насколько наш город благоустроен, насколько хозяйственные службы справляются со своими обязанностями. Поэтому Багуловая линия заинтересовала нас не как, скажем, вот что-то наиболее важное в Чите и вот требующее вообще экстренного внимания. Давайте по ней прогуляемся. Что увидит, скажем, гость нашего города, который в интернете прочитает о главном пешеходном маршруте, захочет познакомиться с достопримечательностями, узнать лучше у нас. Кстати, и о нас тоже, не только о городе, а именно о нас, о том, как мы заботимся и содержим этот город. О горожанах, то есть. Скажем, о горожанах и о властях, обо всех нас, по большому счету. Прошли и увидели, что требует внимания маршрут не только в плане вот цвета линии. Мы обратили внимание, конечно, на цвет, ну, коль скоро название у маршрута Багуловая линия, акцентировали внимание на цвете. Предложили переименовать ее в шутку, конечно, в зеленый пунктир, потому что вот сейчас она более-менее непрерывно идет, но она совсем не Багуловая. А если пройти по всему маршруту, то огромными участками, целыми улицами отсутствует вообще линия. Ну, соответственно, она не непрерывная и незадачливый гость нашего города может просто потеряться. Ну, как скажем, показательный момент, на котором можно посмотреть и охарактеризовать, а как, собственно, у нас содержатся объекты ранее благоустроенные. Вообще, тема содержания объектов, в которые были вложены в свое время бюджетные или внебюджетные средства, вызывает у нас постоянно вопросы. В администрацию городскую написали письмо вот о состоянии Багуловой линии. Начиналось это письмо с ситуации на площади декабристов. В свое время тоже образцовый объект благоустройства, который был, ну, однозначно лучшим в городе, и, пожалуй, даже первый пример в начале череды благоустройств, создания объектов общественных для горожан. И он действительно вызывал симпатию, он был хорошо сделан. Там очень много таких мест, где молодежь собиралась. Но сейчас мы приходим и видим, что в большом упадке находится парк. Нет организации, за которой она была бы закреплена, как территория, за которую они обязаны обслуживать. Очевидно, что не выделяют средства на содержание этого парка. Разрушается детская площадка, спортивный объект, который там расположен, все вот деревянные конструкции. И даже представляют опасность уже и для отдыхающих. Известно же, что ее до сих пор городские власти не поставили на свой баланс, и никаких средств на ее содержание не выделяют. Вот не пробовали вы разбираться, почему так? По-моему, по отдельным моментам на площадь декабристов мы обращались к властям. В частности, состояние детской площадки. И, кстати, не работающий, по-моему, пруд. Или там вот искусственный ручей и пруд, мост через него. Зеленая лужа просто, если быть точным. СМИ звучало неоднократно, неоднократно. Городские власти обещали все это устранить. Ничего не было устранено. Мы не углублялись слишком глубоко в эту тему, потому что обращений много, объектов много. Сейчас в городе новый сити-менеджер. И вновь пошли обращения по опасности на детской площадке. Мы понадеялись, что, обратив внимание на эту проблему нового руководства, мы увидим внимание, увидим перемены. И мы почти уверены, что так и будет. Вообще, предварительно разговор с городской администрацией уже состоялся. И по поводу Багуловой линии, и в целом нашего обращения. И вообще взаимодействие с Народным фронтом. У нас, кстати, при Александре Михайловиче Сапожникове был период, когда практически в еженедельном режиме наш сопредседатель Юлия Олеговна Яренкова встречалась с ним. Приходил он на планерки городские, где были главы районов города, представители управляющих компаний. И сразу там был разбор полетов. Кому-то грели там, собственно, шею. Кого-то журили, кого-то просили взяться за тот или иной объект, за ту или иную жалобу. И мы видели изменения. Конструктивная форма взаимодействия, она нам очень нравилась. И мы планируем к ней вернуться. Ну, Александр Михайлович ушел на СВО, прервалась вот эта вот система. Сейчас с Сидной Сергеевной будем стараться выстроить. Что у нас же нет задачи. Вот просто мы увидели яму и сразу звать телевидение, там фотографироваться возле нее. Первое, что мы всегда стараемся сделать, это поговорить с властями в письменной форме или в устной. получить адекватную реакцию. Наверное, стоит дальше вернуться к Багуловой линии. Я вот узнал в городе, что... Вы с ней не сходили, кстати. Да. На ее обновление требуется около 300 литров краски и примерно 250 тысяч рублей. Вот, по-вашему, это насколько адекватные расходы и вообще нужны ли они городу? Я почти уверен, что вы не будете отрицать, что тема в целом хорошая. И на Читару была прекрасная статья в свое время на эту тему, где характеризовался этот путь как, ну, очень такой хороший и позитивный. По нему могут прогуляться там туристы, гости и вообще жители города. Некоторые вот не знают в центре города у нас, какие замечательные здания исторически расположены. Конечно, ее нужно обновлять. Конечно, придется вкладывать средства. Честно говоря, мы уже привыкли, что иногда на небольшую благоустроенную площадку выделяются какие-то невероятные миллионы, и мы их не видим. Ту сумму, которую вы назвали, она вообще не вызывает никакого ужаса. Мне кажется, действительно хорошая краска, плюс проведение работ, наверное, так и стоит, но надо считать. Но, может быть, это вообще будет не краска, потому что краска выгорает и стирается, и, наверное, сложно найти материал, который не потребует ежегодных вложений средств. Насколько я знаю, рассматривается вариант обустройства линии, ну, плиткой, допустим. Специально выпуклая плитка, которой, ну, гораздо на дольшее время хватит. А 300 тысяч нет. Мне представляется, что это, может быть, даже какая-то минимальная цена, за которую можно это сделать. Если предельное качество проводить, с максимально хорошей краской, которая продержится несколько лет, наверняка эти работы дороже стоят. Ну, опять же, интересно, кстати, вот мы с вами говорили про площадь Кабрис, которую городские власти не закрепили на балансе ни за одним из учреждений. Это, кстати, проблема не только площади Кабристов. Спортивные площадки, детские площадки, вообще объекты благоустройства. Вот одно из наших предложений, которое мы отправили в городскую администрацию, закреплять эти объекты и размещать на стенде информацию о том, на чьем обслуживании находится тот или иной объект, с указанием контактных данных. Чтобы, грубо говоря, если что-то случилось, или ты видишь какие-то проблемы, выявил. Ты просто позвонил и обратил на это внимание. А у нас получается, что нужно обращаться чуть ли не к главе города. Должна быть оперативная служба в городе, понятная всем горожанам, который оперативно устраняет какие-то очевидные вещи. Но, грубо говоря, когда вы едете по перекрестку, видите открытый люк. Вы вот четко понимаете, куда обращаться? Ну, я обычно в ЕДДС обращаюсь. Или в пресс-службу города. Но за результатами я не смотрел, к сожалению. Про люк открытый сообщал на площади. Там около штаба как-то был открытый люк. Сказали, что про него известно, его устранят. Но вот эта вот идея с какой-то оперативной службой мне нравится. Потому что я вот тоже, как житель города, и как может быть налагоплательщик, очень раздражаюсь вот этой ситуацией с площадью декабристов. Потому что какие-то определенные деньги были вложены. Я понимаю, что содержать в порядке, допустим, одну доску прибивать в месяц, это дешевле, чем сразу вбухивать в какой-то... Раз в пять лет огромный бюджет изыскивать. Когда доски уже не красить, надо менять. Они сгнили просто. Никто же не отменял эту так называемую теорию разбитых окон. Когда одно какое-то повреждение вызывает желание еще что-то разрушить. Собственно, пока мы шли, линия совершенно закончилась. Потому что здесь тротуар уложили буквально несколько дней назад. И сейчас мы приближаемся к такому месту, где линия попросту обрывается. Путеводитель ведет нас в парк дома офицеров, а линия при этом теряется просто. Не потому что здесь новый тротуар, а ее, в принципе, и до тротуара не было. Можно было найти вкрапление, скажем. Вот сейчас будет плитка тротуарная. Такая, кстати, довольно скользкая. Неочевидная, по-моему, тротуарная плитка, по-моему, должна быть более такой шершавой. Но вот на ней есть кое-где зеленые точки. Это бывшая линия. И да, дом офицеров один из объектов, но линия туда не заворачивает. Ну, в принципе, хорошо все видно. Действительно красивое здание. И мы домом офицеров гордимся. А вот деградация новых пространств, медийная активность, ленты режем. Ну, почему нет? Но такое ощущение, что на следующий год просто забывают, что ли. Лучше сделать, наверное, маленькое, но то, что вот к вам приедут гости из другого города, вы возьмете и скажете, я тебе еще покажу класс. И свозишь, и покажешь. Пусть оно будет небольшим пространством, но качественно сделано. Парк солнечный на агрессии. Приходим, там огромное пространство. Ни куста, ни клумбы. Тротуарные дорожки заасфальтированы. Куча недоделок. А когда мы говорим с подрядчиком, с властями, они говорят, ну, бюджет же ограничен. Зачем было брать такое пространство большое? Размазали тонким слоем, да? Это не выглядит, как комфортная среда. Это не тот объект, куда хочется прийти с девушкой на свидание, погулять с ребенком или уж тем более гостю города показать. Вот, кстати, прошлый раз, когда мы здесь гуляли, но до сих пор недоделки есть. Вот видите, вот кромка асфальта. Здесь разобранная плитка была, вот песок какой-то. Вот там, видите, вот заборчик. Вот посмотрите, как клумба выглядит. Центр города. Ну, конечно, ее нужно красить ежегодно. Если в трех словах охарактеризовать, что происходит в чте, это состояние постоянной какой-то недоделки. Вроде бы задумка есть. Вот почему ставятся, вот площадь под уклон и все горизонтальные устройства, которые вот вмонтированы в площадь, ставятся под углом 90 градусов площади. Также у нас ставятся заборы на дорогах. Вот возле стелы города трудовой доблести забор установлен лестницей. То есть перепад уровней подразумевает, что один пролет ставится, следующий ниже уровнем, и такая лестница. Но это гораздо аккуратнее смотрится, чем когда забор ставят Горького, улица Горького. Ну, меня без боли смотреть не могу на это, честно говоря. Я не верю, что это задумка проектировщика. Я не верю, что это закон архитектуры так делать. А просто, ну, это идет под уклон. На одном уровне везде столбы закопаем, да и так же проще. Но это некрасиво. Ну, вот смотрите, Грилевич. Симпатичное здание. По крайней мере, на его очень четких геометрических пропорциях хорошо видно, как стоят конструкции. Помню, с чего начиналось здесь, кстати. Помните, вы, наверное, тоже, когда Валентина Матвиенко приезжала в Читу, возмутилась с состоянием площади. Вот, честно говоря, если бы она сейчас снова прогулялась, я почти уверен, что надо бы снова возмутилась. Сейчас здесь нет разбитой плитки, например. Нет, сейчас гораздо лучше, конечно, но тоже видно, что объект требует вложений. Хороший, прекрасный фонтан. Детский фонтан, действительно, место для игр и так далее. Мне самому нравится, я бы, наверное, побегал, но уже не тот возраст. Ну, смотрите, центральный элемент площади театральной. Фонтан для развлечений. Он же никакой эстетической роли не выполняет, архитектурной, он никакой красоты абсолютно. Это просто место, где могут поиграть дети, и это прекрасно. Но это обычно делается элементом, не центральным. В стороне должно было. Вот здесь мы бы хотели видеть, наверное, красивый большой фонтан, как у Лунды, к примеру. Вот, кстати, смотрите красота вот эта. Помню, о ней писал депутат Кузьминский еще в прошлом году. Ничего не изменилось. Можно же было два объекта срастить. Да, здесь вот еще добавилось вот такое вот углубление очередное. Ну, скажем, может так. Нужно больше углов. Очень удобно. Ну, то есть шить здесь проблем никаких не было. В принципе, я думаю, подрядчик, который делал площадь, если бы ему указали на это, он бы легко согласился и сделал. Ну, вот есть еще такой достаточно спорный вопрос. Отдых детей на самокатах, на роликах, на каких-то велосипедах вот в пространстве этой площади. Здесь люди как бы заметили, что они оббивают различные бордюры, все эти поверхности, лавочки. Говорят, что даже плитку сломали на драмтеатре. Вы как думаете, нужно этих детей прогонять с площади или нужно как-то для них создавать условия? Опять-таки на площади. Дети, которые не сидят в телефоне, а катаются на самокате, только респект. И, конечно, прогонять их я бы не решился ни в коем случае, по крайней мере, не создав условия для занятия в другом месте. Ну, это действительно классное место, если ребятам сюда хочется прийти, им хочется покататься. Понятное дело, что есть риск там столкновений, понятное дело, что есть риск поломки плитки. Но ребят лучше не трогать, пусть катаются, я бы не стал мешать. А где здесь можно сделать это место? Тоже большой вопрос. Вот, кстати, споры идут по вот этой части площади. Некоторые утверждают, что здесь должна быть парковка. Парковки здесь нет. Соответственно, там можно было бы сделать, например, зону для катания для ребят, почему нет. Получилось, что контекст совсем негативный? Нет, конечно. Важно отметить, что чем гораздо лучше, чем было, разумеется. И драмтеатр гораздо лучше стал, чем был. Но это же значит, что мы все должны остановиться и не обращать внимания. Играет музыка Играет музыка